В Сочи сгорели три автомобиля. Пожар произошел вечером на улице Макаренко. С 1 июня по 16 июля в районе морпорта будет ограничено движение транспорта. Послабление сделают новобрачным. В Сочи автотрансе может появиться служба безопасности. Такая же помогла САХу выявить полсотни нарушителей. Об этом шла речь на планерке главы города. Компас, карта и бегом. Всемирный день ориентирования собрал на Макаренко свыше полутора тысяч участников. В Сочи заморожено возведение более полусотни незаконных строений. Проблемные дома в Олимпийской столице глава региона накануне осмотрел вместе с представителями силовых структур. Многоэтажные самострои соседствуют прямо с небольшими частными домами. Как остановить хаотичную и нелегальную застройку кубанских городов после обсудили на совещании. Высотка на улице Просвещения в Сочи чуть ли не нависла над жилым домом. В окна соседям летят камни и песок. За 4 месяца многоквартирник вырос как на дрожжах. Быстрое возведение домов – основной принцип недобросовестных застройщиков. Скорее заселить дом и пуститься в судебные тяжбы у них не получится, уверен Вениамин Кондратьев. Проблемные дома в Олимпийской столице глава региона осматривает вместе с силовиками. А где парковка, а где подъезды, где элементарное то, что должно быть, ну, к любому, по большому счету, жилому строению. С середины февраля мы стали жаловаться с самого первого момента, когда заложен был фундамент. Пусть все пугает, что вот такой пример не единичный в Сочи. Вот почему этот пример не единичный? Мы все приехали специально, чтобы разобраться. И, конечно, в Сочи поставить точку вот в такой строительной вахханалии, которая сегодня есть. Рекрасно понимаю, еще раз подчеркиваю, я сделаю все возможное, чтобы не только этого дома и подобных им в Сочи больше не было. Тотальные проверки ждут и другую многоэтажку. В глаза сразу бросается место, которое выбрал застройщик для возведения. Напротив входа буквально через несколько метров обрыв. А этот комплекс уже на улице Фигурной даже в проверках не нуждается. На паспорте объекта красуются три трехэтажных дома. Это норма высотности, которая действует на территории эмеретинской низменности. По факту же здесь возвели семь многоэтажек и поверх уже существующей мансарды нарастили еще одну. Практически все эти застройщики при строительстве использовали мошеннические схемы, а после пытались узаконить дома через суд. Такие архитектурные недоразумения не должны портить облик Олимпийской столицы, обозначает позицию Вениамин Кондратьев. То есть сегодня судебным решением можно констатировать, что данный дом считается законным. Так получается? Многовортирный высотный дом. Надо судям делать выездные заседания судебные, понимаете? То есть прямо вот здесь, на месте. Потому что в противном случае судья по каким-то причинам не видит, что на самом деле происходит. И выносит вроде как очные, а на самом деле какие-то заочные судебные решения, потому что они никак не отвечают реальности. А реальность, она страшная. В реальности же действительно за полтора года в суд подано 86 заявлений о сносе незаконно возведенных многоэтажек. И только в 15 случаях принято решение о демонтаже домов. Эти цифры Вениамин Кондратьев озвучивает уже на совещании. За столом в основном правоохранители и силовики. Борьба с самостроями уже давно вышла на новый этап. И теперь важно не допустить никаких промахов, считает глава региона. Однако нередко суды выносят необоснованные постановления. В качестве примера губернатор приводит Адлерский районный суд. Дела либо затягивают, либо по необъективным причинам принимают решения в пользу недобросовестного застройщика. Коллеги, не нужно изображать видимость борьбы с самостроями. Нужно реально с ними бороться. Везде мы упираемся в судебные решения. Везде. Я сделаю все, чтобы правовая оценка давалась и судьям, которые выносят подобные решения. Но в этом случае, если решения Адлерского суда будут отменены, то я оставляю с собой право обратиться в Коалиционную коллегию судей края о прекращении полномочий у тех судей, которые выносили подобные решения. Но даже в этих единичных случаях, когда строение подлежит сносу, не всегда приступают к действиям. В том же Сочи самострой так и не демонтировали. При том, что муниципалитет выделил деньги, на площадку даже приехала техника. А вот судебных приставов, без которых снос невозможен, так и не дождались. Я вообще не понимаю, что делает главный судебный пристав Сочи на своем месте. Если он не может координировать и взаимодействовать. Я сейчас обращаюсь к главному судебному приставу края. Если вам нужен такой главный судебный пристав, как руководитель по городу Сочи, тогда заберите его на повышение. Но здесь поставьте такого судебного пристава, главного, который будет максимально реализовывать политику, которую требует от нас народ, жители края, и, конечно, все мы вместе. Решить проблему самостроев возможно только если объединить усилия всех структур и ветвей власти, говорит Вениамин Кондратьев. Каждый на своем месте должен нести ответственность за подпись в документе, разрешающем строительство, или постановление, которое дает право узаконить строение. Ведь за каждым действием стоят судьбы обычных людей. Принятие мер должно быть жесткое, своевременное. Не нужно ссылаться там только на решение судов, или мы написали письмо, и на этом все. Вот что-нибудь тоже проскальзывало это, да, мы обратились, мы написали, мы отправили в прокуратуру, мы отправили в губернатору, и все, и трава не расти. Это тоже не подход. Он должен быть государственным. Если мы чуть-чуть проморгали, чуть-чуть, не успели, вот даже чуть-чуть, то этим как раз воспользуется тот, кто самостроит, это возводит. Как только судебное решение обступает в силу, а такие примеры есть, то вот этот самострой становится не самостроем. Он находится в правовом поле уже. И те люди, которые купили жилье, они отчасти здесь купили жилье, которое легально на рынке. И какие мы сейчас претензии можем подъявить людям, которые купили вот этот промежуток, даже если мы потом это решение отменили, квартиры, если они действовали в рамках закон. Кубань для застройщиков сегодня один из самых привлекательных регионов. В прибрежных курортных городах строят дома, гостиницы и коттеджи. Чтобы контролировать законность их возведения, в регионе хотят вернуть градостроительный контроль. С этой инициативой край планирует выйти на федеральный уровень, чтобы в случае недобросовестной застройки инспекторы могли забить тревогу еще на стадии котлована. Мария Крошная, Инна Чайко, Денис Передзин, Смаскаленко и Сергей Щербин, Кубань, 24, Сочи. Темпы развития экономики региона сегодня позволили внести поправки в бюджет региона. Показатели выше среднероссийских. Сегодня это позволило законотворцам увеличить расходную часть бюджета на 2018 и 2019 года почти на 6 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на сессии законодательного собрания края в Краснодаре. Он отметил, что в приоритете социальная сфера и ЖКХ. На оснащение школы и создание новых учебных мест уйдет около 1 миллиарда рублей. 800 миллионов направят на развитие здравоохранения. В следующем году увеличат расходы на строительство спортивной инфраструктуры. 200 миллионов потратят на газификацию и теплоснабжение. Вениамин Кондратьев призвал парламентариев не опираться только на сухие цифры, а видеть за ними результат. Тут мне понаписывали этих цифр, реально люди их должны видеть вокруг себя. Тогда это будут цифрами. А пока это еще статистика. Вот статистика, притом не реализованная. У меня даже, знаете, вот тут одно из затяжений было написано, очень интересно, что впервые с октября 2016 года реальные денежные доходы населения не падают, а растут. Вот я, как обычный человек, который хожу среди этого самого населения, я даже не стал зачитывать, потому что я засомневался в том, что здесь статистика права. Можно и зачитать тоже с выражением, притом. А потом, что народ скажет, лучше не слышать. Поэтому я уже вот и вам говорю. То есть можно продолжать здесь это все с гордостью произносить, но я еще раз подчеркиваю, это будет тогда воспринято людьми, когда они вокруг себя будут видеть конкретные реальные изменения. Благодаря четкому плану районные власти смогут качественно подготовиться к процедурам торгов. Освоить средства муниципалитеты смогут уже в январе, сразу после принятия бюджета. К другим новостям. В Сочи сгорели три автомобиля. Пожар произошел вечером 22 мая на улице Макаренко. Заявка о возгорании поступила в 21.25. От микроавтобуса «Пламя» перекинулось на две стоящих рядом легковых машины. В 21.38 пожар потушили. Жертвы и пострадавших нет. Известно, что кроме микроавтобуса в огне пострадали автомобили «Лексус» и «Рено Сандера». Причина пожара не называется. В Сочи на «Зебре» сбит подросток. ДТП произошло на улице Транспортное накануне вечером. При движении со стороны Краснодарского кольца 41-летняя жительница Армавира на «Хюндай Гец» наехала на 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил различные повреждения и был госпитализирован. По данным ГИБДД, в случившемся виноват водитель. Кадровые перестановки, работа муниципальных предприятий и организация детского летнего отдыха. Эти и ряд других вопросов вошли в повестку дня очередного планерного совещания при главе города. Какие поручения были даны Анатолием Пахомовым по итогам заседания, расскажет Ольга Десятого. Начали планерное совещание с кадровых перестановок. На должность директора Департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи назначена Милена Попова. Перед новым руководителем глава города ставит задачу проверить все муниципальные предприятия курорта, а также инициировать аудит, оценить финансовое состояние компании. Это касается и САХА, и Сочи Автотранса. Кстати, кресло руководителя муниципальной компании-перевозчика теперь будет занимать Алексей Пулуэктов. Конечно, я проверю автобусы, в каком они состоянии. Задача была одна. Автобусы с Сочи Автотранс должны выйти на линию все. И в хорошем состоянии. Покрашены. Если там попорвали салоны, там навести порядок. То есть техническая часть должна быть в идеальном состоянии. Также Анатолий Пахомов посоветовал Сочи Автотрансу организовать в компании службу безопасности, которая в том числе будет выявлять коррупционные схемы. Такая служба уже есть в спецавтохозяйстве и уже есть реальные результаты работы. В частности, по борьбе с неучтенным мусором, за который платят мимо кассы. Администрация активно пытается пресекать каждое такое нарушение. За полтора месяца на 500 тонн уменьшилось количество мусора. Знаете, сколько безопасники спецавтохозяйства выявили водителей, которые левый мусор возили? 46. Я правильно называю? 46 водителей. Эти водители брали левый мусор. Но он для нас обходился, его же отвезти надо. Для нас обходился там 15 тысяч рублей тонна, да? А они брали за 1500. Но он же на карман себе взял. То есть какой вред наносили. Обсудили на планерке и подготовку к курортному сезону, который большим праздником стартует в ближайшую субботу. Арендаторам пляжных территорий Анатолий Пахомов посоветовал ускориться с наведением порядка на береговой линии. Ведь в Сочи уже немало туристов и они уже активно отдыхают у воды. Недочеты в работе показала и проверка детских здравниц и лагерей. Например, в санатории «Пионер» нет видеонаблюдения и сплит-систем. А «Морская звезда» и вовсе последние месяцы работала без паспорта безопасности. Все проблемы нужно решить в срочном порядке и активно готовиться к старту программы детского отдыха. Ею должны быть охвачены 98% школьников. Это лагеря труда и отдыха, турпоходы, экспедиции. Планируется охват школьников в городе другими формами. И из них самое важное для нас – это 146 заслуговых площадок по месту жительства. Мы планируем, что ежедневно эти площадки будут посещать более 3000 детей. Там с детьми будут заниматься волонтеры и аниматоры. В том числе 217 ребят, которые прошли специальное обучение в школе вожатых. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». С 1 июня по 16 июля в период проведения чемпионата мира по футболу в районе Морпорта будет ограничено движение транспорта. Какие дороги перекроют и как выбрать правильный маршрут на это время? Подробнее об этом Елена Овсецина. На Южном Малу обустраивают фан-зону, где будут транслироваться матчи чемпионата мира по футболу. Сюда будет стекаться большой поток людей. А весь транспорт, который пойдет по улице Конституции и далее по Несебрской, будут поворачивать главпочтамту. На этом участке от Несебрской и Поваровского создадут односторонние движения. Попасть на машине на улицу Паярка, кооперативную Войкову уже не получится. Их перекроют. Весь квадрат в районе Морпорта будет пешеходным. Полтора месяца. С 1 июня по 16 июля. Автолюбителям необходимо заранее продумать маршрут своего движения. Рекомендуется вообще отказаться от личного транспорта на это время и пользоваться общественным. К ЗАГСу пропустят только одну машину с новобрачными. Но об этом надо позаботиться заблаговременно, позвонив по телефону 8-988-282-3200. Это номер горячей линии по ограничению движения. Там подробно объяснят, какие правила действуют в этот период и какие необходимо предоставить документы, чтобы свадебный кортеж мог подъехать к ЗАГСу. А чуть выше уже у храма тоже будет изменено движение транспорта. Улица Орженикидзе от улицы Соколова до улицы Москвина будет работать в двустороннем режиме. Специальная разделительная полоса будет сделана из водоналивных блоков для того, чтобы личный транспорт не припарковывали вдоль полосы движения. И на всех КПП в районе ограничения будут находиться волонтеры экипажа ДПС, которые будут информировать в первые дни ограничения движения автолюбителей об ограничениях движения. Примерно на 10 улицах в центре Сочи перекроют движение автотранспорта. Некоторые водители уже продумывают, как работать в это время. Это мой личный транспорт, я на нем работаю. Буду забирать сотрудников в другом месте, там, где можно будет останавливаться. Создан колл-центр по транспортному обеспечению на время проведения Мундиаля. Его номер 8 800 234 2018. По всем интересующим вопросам водители личного транспорта могут обращаться туда. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Крае началась подготовка к губернаторскому балу. Пройдет он традиционно в июне в Краснодаре. Желающих попасть на грандиозные события в этот раз как никогда много – 850 пар. Это на 300 человек больше, чем в прошлом году. Из Сочи вальсировать отправятся 40 отличников, которые сейчас готовятся не только к ЕГЭ, но и разучивают различные па сразу к 11 танцам. На открытой репетиции побывала наша съемочная группа. Организаторы уже 13-го по счету губернаторского бала приоткрыли тайну. Впервые за всю историю отличившиеся во время учебы девушки и юноши исполняют музыкальное пупури, собранное из танцев народа в Кубани. Выпускники станцуют под зажигательные казачьи, еврейские, греческие, армянские и адыгейские ритмы. Конечно, главным танцем станет вальс, но не современный, а родом из 16 века. Выпускники будут повторять паз за испанскими дамами и галантными кавалерами эпохи Возрождения. Станцуют ребята и под латиноамериканские ритмы – энергичный ча-ча-ча и веселый хастл. Обязательным для бала танцам ребят обучает профессиональный хореограф. Но прежде Елена Коновалова сама прошла обучение на специальном семинаре-практикуме от главного хореографа мероприятия. Хочется, конечно, чтобы это было и синхронно, и красиво, и, конечно, эмоционально. Чтобы они сумели передать характер каждого танца и чтобы получали от этого большущее удовольствие. Так случилось, что лучшие выпускники Сочи, прошедшие отбор для участия в губернаторском балу, ранее не занимались танцами. Хореографу непросто, но ребята доказывают, что талантливый человек талантлив во всем. Находят время и для подготовки к ЕГЭ, и для репетиций. ЕГЭ – это для ума, для родителей, чтобы они были спокойны. А губернаторский бал – это действительно такая финишная прямая учебного года. Найдется время и для бала, и для ЕГЭ. Если ты выбрал губернаторский бал, уж будь, пожалуйста, готов к нему. Среди 1700 счастливчиков, которые поедут на губернаторский бал, победители Олимпиад, конкурсов, золотые медалисты, ребята с особыми достижениями в спорте и творчестве, волонтеры. 13-й губернаторский бал по замыслу организаторов обещает быть одним из самых зрелищных и масштабных мероприятий года. Лучших выпускников с окончанием школы 24 июня лично поздравит глава края Вениамин Кондратьев. Сочинский боксер Анастасия Шамонова готовится защищать честь страны на юношеских Олимпийских играх в Аргентине. Воспитанница третьей спортшколы – не единственная гордость тренеров. Высоких результатов с начала года добили сразу несколько спортсменов спортшколы Олимпийского резерва номер 3. С достижениями ребят и их тренеров поздравило руководство курорта. Спортшкола номер 3 известна в городе как школа бокса. В этом учреждении культивируется кикбоксинг, тайский бокс, рукопашный бой. С полуторатысячным отрядом юных спортсменов в 32 спортивных комплексах работают 40 тренеров, среди которых заслуженные тренеры России, мастера спорта, участники Олимпийских игр. На пятки наставникам уже наступают подопечные. Десяток воспитанников спортивной школы номер 3 с не менее высокими званиями. Победители и призеры чемпионатов страны, Европы. А вот Анастасия Шамонова, лучший боксер 2017 года, стала мастером спорта международного класса. Одолев всех соперниц на чемпионате Европы, Настя получила путевку на первенство мира, а в октябре будет защищать российский триколор на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе. Эстафету Анастасии Шамонова передает сочинский тяжелоатлет Вячеслав Яркин. В прошлом году он стал серебряным призером юношеских Олимпийских игр. Ответственность, конечно, чувствуется, но я пока стараюсь об этом не думать и просто тренируюсь. Тренировки сейчас будут становиться все сложнее и сложнее, чтобы подготавливаться к ответственным стартам. Говорят, что это не женственный вид спорта, но я так не считаюсь. Тебе нравится этот вид спорта? Ты должен заниматься. За достижения Анастасии Шамоновой вручили благодарственное письмо от имени главы Сочи и премию в размере 100 тысяч рублей. Руководство города пристально следит за результатами сочинских спортсменов и активно поддерживает спортшколы. Жаловаться нам, в принципе, по большому счету не стоит, потому что глава города особое внимание спорту уделяет. И то финансирование, которое выделяется, оно может быть недостаточно в целом для развития спорта. Но оно одно из самых больших бюджетов на спорт. Он сравним с тем же Краснодаром, где в два раза больше жителей проживает. Поощрять спортсменов за их высокие достижения именно в торжественной обстановке в Сочи стало традицией, как и строительство новых спортивных залов. Так, 1 июня в микрорайоне Бытха откроется новый зал общей физической подготовки. Всемирный день ориентирования собрал сегодня на Макаренко свыше полутора тысяч участников. Третий год подряд он проводится по инициативе Международной федерации ориентирования. В этот день на всех континентах на старт и по ориентированию вышли свыше 400 тысяч человек. Главной ареной Всемирного дня ориентирования в Сочи стала гимназия номер 15. На старт вышли ученики с 1 по 11 класса, а также их родители и жители микрорайона. Педагоги поддержали спортивную акцию, ведь это хорошая практическая помощь учителям географии, физкультуры в преподавании своих дисциплин. В гимназии не так давно открылся спортивный клуб ориентирования. Подготовлены две спортивные карты. Во Всемирном дне ориентирования только из этого образовательного учреждения поступило свыше полутора тысяч заявок на участие. Это доступный, простой и достаточно полезный для здоровья вид спорта. Никаких спортивных целей и задач мы не ставим. Мы, конечно, определяем победителей, призеров, награждаем их. Но основная задача – это все-таки познакомить максимальное количество людей с этим замечательным видом спорта. Задача каждого участника при помощи карты местности и компаса отыскать в любом порядке необходимое число контрольных пунктов, сделать на них отметку и в темпе спринтера вернуться на финиш. Всем участникам вручены памятные дипломы Международной федерации ориентирования. Победители и призеры среди самых юных спортсменов получили в награду медали. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.